Армения не только заморозила свое участие в ОДКБ, но, кажется, мечтает создать что-то в духе проармянского военного блока. Так, наравне с Францией и Индией, Ереван активно развивает военно-техническое сотрудничество из Греции. Об этом, в частности, шла речь в ходе сегодняшней встречи в Ереване между министрами обороны Армении и Греции Суреном Попекяном и Николаосом Диндиасом, прибывшим в страну Камней с официальным визитом. В ходе встречи был обсужден ход сотрудничества между Арменией и Грецией в области обороны, работ, проделанных в направлении достигнутых в ходе состоявшихся в декабре 2023 года в Афинах договоренностей, намечен ряд новых направлений сотрудничества. Достигнута договоренность придать новый импульс военно-техническому сотрудничеству после ратификации соглашения о военно-техническом сотрудничестве между правительствами двух стран, сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Как стоит расценивать нынешние действия Еревана и его желание активно наращивать военный потенциал и заключать военные союзы? С этим вопросом обратились к зарубежным экспертам. Как считает российский политолог, обозреватель портала Inosmi Дмитрий Бабич, очевидно, что Армения взяла курс на дистанцирование от России. Я не думаю, что Армения прямо сейчас создает какой-то военный блок, для этого у Еревана нет ни потенциала, ни престижа. Но антироссийская риторика отчетливо доминирует в СМИ Армении. Явно антироссийские заявления делает сам Пашинян. А попытка получать оружие, налаживать военное сотрудничество с Францией и Грецией, это, конечно, серьезный раздражитель в отношениях с Россией. Макрон сейчас крайне непопулярный политик в России, поскольку недавно он призвал к отправке военнослужащих НАТО на территорию Украины. Поэтому сейчас не лучшее время для Армении, если она, конечно, хочет сохранить добрые отношения с Россией, бросаться в объятия Макрона, подчеркнул политолог. Что касается визита греческого министра обороны в Армению, то сейчас, напоминает политолог, наблюдается кризис отношений России и Греции. Так что Ереван словно намеренно играет на нервах у Москвы. Греция поставила в Украину боевые машины пехоты, БМП и другое оружие, которое когда-то Россия передавала Афинам. Это очень негативно воспринимается в Москве. Однако я не рискну точно предсказывать градус и форму российской реакции на эти действия Еревана. Потому что это стиль главы России Владимира Путина, он всегда отвечает неожиданно. Но тут всегда идет сигнал. Если вы что-то делаете против России, то ожидайте худшего. Реакция может быть очень резкой и непредсказуемой, сказал Бабич. По мнению украинского военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, отчетливо видно, как на данный момент Армения активно форсирует вооружение своих войск, пытаясь компенсировать их потери в 44-дневной войне и в ходе антитеррористических мероприятий осенью 2023 года. Сейчас Армения в первую очередь пытается восстановить свои средства противовоздушной обороны, закупает антидроновые технологии по борьбе с беспилотниками, а также артиллерию. Сюда можно отнести и ствольную артиллерию, а также реактивные системы залпового огня РСЗО. Вообще стоит отметить, что по количеству ствольной артиллерии Армения понесла самые большие потери. Что касается потерь РСЗО, по итогам 2020 года в совокупности они составляют примерно 85 единиц. И поставки индийских РСЗО 214-мм калибра Пинака подразумевают передачу четырех дивизионов по три батареи, в целом 74 пусковые установки. Так что получается, что одним таким контрактом Армения почти компенсирует свои потери по части РСЗО. Также активно Ереван пытается компенсировать свои потери и в сфере ствольной артиллерии. Так, первая партия гаубиц составляет 28 единиц, и понятно, что она будет не одна, заметил Коваленко. Таким образом, по словам военного эксперта, отчетливо вырисовывается, что партнеры Армении, которые активно способствуют восстановлению боеспособности армянской армии, это в первую очередь Франция и Индия. Сейчас можно сказать, что Армения делает ставку на вооружение оборонного характера. Но это только на первый взгляд. Это не означает, что спустя какое-то время Армения не перейдет с закупок оборонных технологий на наступательное вооружение. Судя по внушительным размерам бюджета, Армения сможет восстановить свой военный потенциал, при том как оборонного, так и наступательного вооружения, примерно за два года. И стремительность таких попыток, конечно, вызывает вопросы. Но весьма очевидно, что военный бюджет Армении будет только возрастать. Ереван своими действиями напрямую это подтверждает, полагает Коваленко.